СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Мы уже масленицу делали, мы уже наврус праздновали у нас в программе СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ, а весна все никак не праздновала. А знаешь, почему не было? Почему? Я думаю, что сегодня у нас будет, а дальше все будет хорошо. Потому что там, в наших передачах, не звучала песня. Не звучала песня. Причем не просто песня, а песня церковная. Да, и вот сегодня у нас в передаче принимают участие наши гости, наш всегдашний друг, священник Василий Песцов, священника храма Серафима Саровска, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, отец Василий. Хор храма веры, надежды, любови и матери их Софии под управлением Марины Никулиной. Марина, добрый день. И певчие Мария Сизихина, Виктория Мельникова, Татьяна Краева и Сергей Мисеюк. Добрый день. Здравствуйте, друзья. Такие красивые, светлые, певчие храма. Я, честно признаться, с большим волнением, конечно, отношусь к сегодняшней теме, к сегодняшней передаче, потому что, попадая в храм, на службу, ну, прям тебя пронзает вот так внутрь глубоко, когда ты слышишь певчих. Это необычная музыка, она одухотворенная, и сегодня о ней мы будем говорить. Отец Василий, откуда вообще музыка и пение в православных храмах? Сразу с этого начнем? Начну с цитаты из Псалтирии, из книги, песненной книги Ветхого Завета. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте». Так призывал царь Давид и его преемники, всех израильтян, которые должны были обращаться к Богу. И неудивительно, что традиция Ветхого Завета, пение, торжественное пение, восхваление Бога перешла и в Новый Завет, в традицию православной церкви. Тема, которую вы затронули, она очень обширная, как и все темы, которые вы постоянно затронули. Которую мы с вами постоянно затронули, отец Василий. И поэтому сегодня, конечно, хочется акцентировать наше внимание на самых главных моментах понимания, что такое церковное пение в православной церкви, откуда оно возникло и какое оно значение для нас, православных христиан, несет сейчас. Ну, вот вопрос-то, он не сам по себе возник, потому что, ну вот, даже у меня не такого, как бы, посвященного музыка, это все-таки какие-то там, ну, какие-то такие развлечения, как бы, вот с моей точки зрения, для усиления многих людей. А храм — это все-таки место, как бы, вот человек думает, что вот храм — это место, где, ну, человек должен задуматься, как минимум, стать более таким, ну, как это сказать, строгим в своем поведении. Внимательным к себе. Внимательным, да, к себе и окружающим. И тут раз тебе музыка, которая, вот, как только что Володя сказал, на самом деле многих достает до глубины души. И люди порой в слезах стоят там, да, от этой музыки. Вроде он стоял-стоял, музыка прозвучала, и он тут хоп тебе уже и... Я продолжу вашу мысль. Действительно, мы часто воспринимаем музыку как причину или как то, что заставляет нас расслабиться, как то, что заставляет нас отвлечься какими-то своими мыслями, развлечениями. Но в этом и составит принципиальная разница между музыкой и пением. Обратите внимание, что в тех словах, которые прозвучали только что из Псалтири, есть слова «пойте Богу нашему». В этом принципиальная разница. Церковная, как сказали бы сейчас музыку, но на самом деле правильное название церковное пение, имеет своей целью собрать мысли человека, заставить его быть внимательным к себе, заставить его сконцентрироваться на молитве к Богу. А музыка светская, она имеет несколько другое предназначение. Чаще всего она, наоборот, расслабляет человека, отводит его от собственной мысли и уводит в какие-то иные восприятия, фантазии, чувства, которые позволяют ему, наоборот, отойти от собственных проблем и получить какой-то отдых. Ну, недавно православные справляли великий праздник, да? Пасху. Абсолютно верно, да. И вот пасхальное пение, оно тоже не расслабляет, а заставляет стратачиваться на каких-то там… Несомненно, несомненно, но так как у любого нашего духовного состояния есть разные стороны, есть радостное духовное состояние, торжественное, а есть покаянное, есть состояние особого раскаяния в своих грехах, особой молитвы к Богу, то, соответственно, и церковная музыка может быть либо радостной, восторженной, либо умеренной и заставляющей задуматься. В зависимости от молитвы, которая в данный момент… Конечно, в зависимости от смыслового наполнения службы. И это всё слышно, соответственно. Несомненно, вот сейчас как раз мы подошли к тому моменту, когда мы можем попросить наших уважаемых гостей, хор храма «Вера, Надежда и Любови» и Матери Иксофии исполнить нам одно из церковных песнопений, радостных церковных песнопений, прославляющих воскресение Христа, которое поётся на Пасху, «Христос воскресе». Обращаю внимание наших слушателей, что первые два раза «Христос воскресе» звучит на греческом и на латинском языках, а затем на русском. Прошу вас, ребята. Пожалуйста, уважаемый хор под управлением Марины Никулиной. Пожалуйста. Христос воскресе Замечательно, спасибо. Здорово, пока говорить не хочется даже. С музыкальной точки зрения мажорно, жизнеутвердающе. Понятно, что это Христос воскрес. Да, конечно. Это один из самых ярких, можно сказать, показателей пасхальной службы. Там в Пасху не бывает вообще практически никаких покаянных песнопений. Там всё праздничное, там все ликуют, там не может быть никакого страдания или покаяния. То есть в данном случае на жизнеутверждающую сторону мы делаем акцент, забывая на некоторое время обо всех остальных серьёзных темах. Конечно. Ну, может быть, скажем так, не забывая, торжествуя от того, что воскресший Христос дал нам возможность избавиться от наших грехов. И, соответственно, вот от этой радостной вести не может быть отходят на задний план все остальные наши жизненные проблемы. Отец Василий, а почему на греческом? На греческом потому, что наша традиция, певческая традиция, она, конечно, не родилась из ниоткуда, а пришла к нам из Византийской церкви. Константинополь. Да, из того самого Константинополя. И там служба шла на древнегреческом или просто на греческом языке? Я вам напомню один очень значимый эпизод, который мы читаем из повести временных лет, где Нестор, летописец, описывает принятие христианства на Руси. Он говорит о том, что послы князя Владимира, когда они обошли очень много стран и видели разные веры, они оказались в Константинополе, в том самом знаменитейшем храме Святой Софии, великолепным, который до сих пор поражает наше воображение, они оказались на церковной службе. И их отзыв был такой, не знаем, где мы были, на небе или на земле. И с тех пор, как раз для православного христианства на Руси, для нашей русской православной церкви, красота, внешняя красота церковного богослужения, красота наших храмов всегда являлась отображением внутренней нравственной красоты православного христианина. В храме все должно быть красиво. И убранство, и пение. Возможно, подойдя к этой теме, мы с вами обратимся еще к одной интересной цитате, которая заставит нас задуматься. Цитата Климента Александрийского. Он говорил о византийской традиции и сравнивал церковное пение и пение обычное, светское. Вот он говорит. «Изнеженные напевы, плаксивые ритмы, эти хитрые зелья корейской музы развращают нравы своим разнузданным и коварным искусством, незаметно вовлекают душу в разгул космоса». Я хочу вам сказать, что прямо с некоторыми нашими мусульманцами, священниками, прямо по мысли совпадает. Действительно, мы можем говорить о том, что пение и музыка, они все оказывают очень большое влияние на нашу душу, на наши чувства, на наше внутреннее состояние. Важно, куда оно нас влечет. Если оно влечет нас к доброму, если оно влечет нас к исполнению заповедей, к осознанию внутренней нашей жизни, это пример церковного пения. Есть такие песни, которые влекут нас к тому, чему вы сказали, к осознанию, к делу добра, к осознанию своего существования и так далее? Да, несомненно. Примером такого песнопения, который иллюстрирует принятие православной традиции, русской православной традиции церковного пения от Византии, может быть песнопение «Взбранной воеводе победительное». Ещё раз помедленнее. «Взбранной воеводе победительное» — это песнопение, прославляющее Пресвятую Богородицу. Оно отличается тем, что, в отличие от предыдущего песнопения, оно поётся не на многоголосье, а преимущественно на один голос. В унисон. В унисон, под которым есть ещё один небольшой исончик. Так вот, это песнопение показывает, как преимущественно в древности исполнялись в Византии песнопения. — То есть это достаточно древняя песня, да? — Она, скажем так, в современной обработке, но основана на этих самых древних византийских мотивах. Поэтому вот попросим хор. — Сейчас мы услышим, да? — Мы готовы. — Хор «Храма веры, надежды, любови и матерей к Софии» напомню. Пожалуйста. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.